Санкт-Петербургский танцевальный союз Санкт-Петербургский танцевальный союз Санкт-Петербургский танцевальный союз В начале программы мы отправляемся по маршруту от деревни Коккарева на берегу Ладожского озера до Всеволожска Вместе с участниками марафона «Дорога жизни», посвященного годовщине полного снятия блокады 42 километра по 19-градусному морозу Эксклюзивные кадры прямо с трассы пробега в репортаже Петра Лукашевича Именно здесь в блокадную зиму 41-42 годов спускались на лед Ладожского озера знаменитые полуторки Которые отправляли людей в эвакуацию туда, на большую землю Обратно возвращались с так необходимым городу продовольствием Именно здесь, у мемориала «Разорванное кольцо» стартует традиционный марафон «Дорога жизни» Полторы тысячи человек – рекордный показатель марафона «Дорога жизни» Начинают движение от Ладожского озера в сторону Всеволожска В этом году марафон проводится в юбилейный 50-й раз И, что символично, именно 27 января Спустя ровно 75 лет после полного снятия блокады Очень много здесь есть людей, которые бегут в аутентичной военной форме Времен Великой Отечественной войны Мне кажется, этот марафон тем и хорош, что он сочетает в себе это в равной степени Это спортивное соревнование и дань памяти одновременно История появления этого марафона уникальная В 70-м году прошлого века житель блокадного Ленинграда Григорий Колгашкин Пробежал по дороге жизни вместе с тремя друзьями Спустя пять десятилетий на пробег собираются профессионалы и любители бега со всей России А также Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании Именно этот марафон, решили здесь первый раз попробовать проезжать марафон Тем более такая дата и 73 снятия блокады и 50-й юбилейный марафон С Санкт-Петербургом очень много связано Это самый лучший город на земле после Нижнего Тагила Почти каждый километр дистанции напоминает о событиях военного времени Мимо проносятся мемориалы и памятные таблички Да и многие участники показывают, что для них пробег это не только спорт Температура воздуха минус 19 Не то что бежать, ходить-то холодно Несмотря на чай, который спортсмены могут получить каждые 5 километров К концу дистанции лица марафонцев обрастают инеем Ну он же согревает, природа она умная Конечно, когда индивеет борода, она становится гораздо теплей Хуже, когда ресницы смерзаются, но это нужно, чтобы ниже 22 было Сейчас все-таки не то, тогда не видно, куда бежать И вот он долгожданный финиш у еще одного мемориала «Цветок жизни» во Всеволожске Спортсмены укутываются в теплые накидки, пьют горячий чай и получают медали Абсолютно все, тот случай, когда победил каждый, независимо от времени Да, наконец-то я согрелась, чуть-чуть, очень замерзла Я до конца надеялась, что будет потеплее Просто бегала и все Да, я очень довольна, я не ожидала, что так пробегу То есть думала просто добежать, потому что если замерзла, то будет плохо Спортивные задачи, а значит и результаты марафона у всех разные Время победителя, петербуржца Александра Павленина, 2 часа 33 минуты Рекорд трассы 2.20, установленный еще в 1977 году, остался непобитым Это программа «Область спорта» Все самое интересное из спортивной жизни региона О невероятно зрелищном виде спорта, скоростном спуске на коньках Расскажем совсем скоро, а сейчас о выступлении областных коллективов на российской арене Удачный визит в Череповец Сковоряги дважды обыграли на выезде «Алмаз» в рамках регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги В первой встрече, правда, добиться превосходства удалось лишь в серии «Буллитов» в 4-3 На следующий день тот же счет, но полноценные три очка за победу в основное время И сразу двое «Варягов» Денис Куянов и Кирилл Танков, забросившие «Алмазу» по две шайбы Были признаны лигой главными звездами дня Увы, следующая гостевая игра армейцев против «Лока» в Ярославле обернулась поражением 2-4 Сосновоборская «Динамо» продолжает борьбу за попадание в плей-офф чемпионата Суперлиги Правда, поездка в Белгород очков подопечным Олега Согрина, увы, не принесла Поражение 0-3 «Динамо Ло» остается на 11-й строчке в турнирной таблице Но от заветного восьмого места сосновоборцев отделяет всего одно очко Уже 2 февраля «Динамовцы» примут в Академии Платонова факел из Нового Уренгоя Держим путь в Санкт-Петербург, где на прошлой неделе проходил второй этап первенства России по мини-футболу Среди юношей и девушек по четырем возрастным группам От 10 лет и старше команды Северо-Запада боролись за путевку в финал российского турнира От Ленинградской области заявились десятки команд Особых успехов добились женские коллективы из Гатчинского района Представители спортивных школ «Союз» и «Ника» из поселка Сиверский Завоевали три путевки на финал России А команда поселка «Пудость» попала в число лучших Дмитрий Моисеев расскажет о турнире и его героях Под сводами комплекса все живет игрой Мальчишки и девчонки бьются, не щадя себя Побеждает тот, кто играет командно Просто мы играем команды, а не так, чтобы каждый играл сам на себя Мы не любим такое, и поэтому мы отдаем больше пасов Делаем больше комбинаций Таким образом забиваем голы Калининград У них самый сильный игрок это был капитан Который больше всего толкался, но борьба есть борьба И футбол есть футбол Поэтому мы боролись до конца и сделали все возможное, чтобы занять первое место Карина Маркова, игрок команды «Ника» из поселка Сиверский Лучший бомбардир турнира Вместе с подругами она разгромила сверстниц из соседних областей В заключительной игре со счетом 6-1 они обыграли калининградских футболисток Второй год подряд команда «Карины» поедет на финал чемпионата России Есть детская мини-футбольная лига В принципе, этот турнир является для начинающих детей Мы в нем как бы подготовительный тренировочный турнир Далее идут у нас уже первые в Сталинградской области Где уже ставятся определенные задачи Как спортивная школа Олимпийского резерва Попадать в призы, получать путевку на северо-западный регион Где мы сейчас и присутствуем За 4 года поселок Сиверский стал лидером 47-го региона По женскому футболу Дальше новые амбициозные задачи Если сказать про женский футбол Это уже обычное явление и массовое Приходят именно сами Если раньше, несколько лет назад Я бегал по школам Собирал их по крупицам То сейчас, благодаря результатам рекламы, новостям Девочки уже стремятся прийти сами записаться И хотим уже профессионально переходить Как на мини-футбольную школу И готовим к этому все документы А вот у старших футболистов 47-го региона Из Ломоносовского района Футзальный дебют не задался Первый блин комом И восьмое итоговое место Турнир такого уровня Участвуем первый раз Ну, я думаю, будет ребятам всем Хороший урок, хорошая школа Лидерство в мини-футболе На северо-западе Удерживают команды Из республики Коми И Мурманской области Здесь сознательно делают ставку На развитие этого игрового вида спорта Большой футбол у нас Не очень получается У нас футбольное поле одно На весь город Город больше 200 тысяч И футбольное поле одно Нам не получается нормально подготовиться Мы больше специализируемся в мини-футболе Встраива на поле хоть отбавляй Вратарям особенно хватает адреналина В мини-футболе динамика игры настолько высока Десятки ударов сыпятся один за другим Стрессоустойчивость должна быть как у космонавта А если пропустил, вынимай и отрицай Я считаю, что это не моя верна, не вратарская Всегда тренер говорит, что это вина защитников Иногда моя, но я пропускаю Не всякую Настоящее испытание победителей турнира В числе которых три команды из Венобласти Ждет в конце марта В Нижнем Новгороде лучшие команды Северо-Запада сойдутся в битве За мини-футбольную корону С сильнейшими командами страны Это программа область спорта Рассказ о спортивных событиях в 47 регионе продолжим совсем скоро А пока об успехах наших атлетов за пределами области Главным событием этапа чемпионата России по ралли Стало участие бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова В последнее время выборжанин чаще всего выступает за команду СМП Рейсинг В многочасовых гонках на выносливость, но решил впервые в карьере испытать себя в ралли Гонка в Карелии прошла в непростых погодных условиях Поломка колеса во второй день заездов не позволила Петрову с опытным штурманом Дмитрием Яковченко Занять место выше четвертого в классе Н4 и 13-го в общем зачете Тем не менее, своим дебютом в ралли выборжанин остался доволен Четыре из четырех ватерполистки Кенев-Сургут-Нефтегаза уверенно прошли групповой этап Евролиги в Испании В течение трех дней киришанки разгромили соперниц из Хорватии, Нидерландов и Испании с общим счетом 65-17 Лишь венгерский клуб БВСК «Зугла» сумел навязать борьбу под опечным Александра Кабанова Но и тут в концовке киришанки добились преимущества 11-7 Таким образом, Кенев вышел в четвертьфинал, первые игры которого пройдут 23 февраля Семен Павличенко завоевал три медали на чемпионате мира в Германии В двух личных гонках, индивидуальной дисциплине и в спринте Гачениц дважды стал третьим Еще один саночник из Ленинградской области Александр Горбацевич показал 15-й результат в спринте Завоевать вторую в карьере золотую медаль чемпионата мира Павличенко удалось в эстафете Здесь российская команда, в которую также вошли Владислав Южаков, Юрий Прохоров и Татьяна Иванова опередила всех соперников, включая призеров в гонке команды Австрии и Германии Ну а мы отправляемся в Приозерский район Вблизи поселка Соснова на горнолыжном курорте Егора прошел этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках 19 стран от Канады до Чехии, 190 участников от новичков до звезд поборолись за очки в мировом рейтинге Какие сюрпризы преподнесла уникальная трасса и о том, что творилось на финише в сюжете Софьи Байбуриной Должна признаться, что в моем личном рейтинге самых страшных видов спорта уверенно занял первое место скоростной спуск на коньках, опередив даже прыжки на лыжах с трамплина Райдеры так называют тех, кто несется по ледяной горе со скоростью 80 км в час Мы попросили их описать тремя словами свой вид спорта Быстрый и веселый Нет, интересный Бодрящий Сумасшедший И захватывающий Быстрый, ледяной И веселый Российскую команду представляли сильнейшие спортсмены Тут и Герман Титов, отлично выступивший на этапе чемпионата мира в Йокогаме Виктория Синатрусова, которая в прошлом году на этапе в Егоре стала второй И молодая звезда Дмитрий Мурлычкин А вот для бывших хоккеистки из Севеложского района Татьяны Леушиной Это лишь второй сезон в скоростном спуске В каждом забеге может произойти какая-то ситуация, которая лидера может оттолкнуть на последнее место А райдера, который не так хорошо выступает, может прийти первым Эта трасса в Ленинградской области построена специально под этап Кубка мира Постоянного места для тренировок в 47-м регионе нет Спортсмены готовятся или на плоском льду, или на роликах в скейт-парках Перед соревнованием было несколько дней на подготовку здесь, в Егоре Это уникальное место тем, что здесь, где бы вы ни смотрели Вы практически с любой точки видите весь трек Такого нигде больше нет По сравнению с прошлым годом трек изменился практически до неузнаваемости Появились защитные ограждения, увеличился перепад высот, да и сама трасса стала длиннее на 40 метров Неожиданный снегопад побудил многих, вне зависимости от регалий, вооружиться метлами и любую свободную минуту расчищать трассу У нас много райдеров, кто делает это сами Я и там на финише можно посмотреть, американцы выбираются И Швед у нас там, Максим Сиди тоже ждет Там у него на старте есть зоны, где он может убрать Спорт у нас такой, и все помогают другим Говоря о непредсказуемости этого вида спорта, Татьяна Леушина буквально глядела в воду Именно представительницы 47-го региона из всей взрослой российской команды удалось занять самое высокое, восьмое место Победу в женском зачете одержала двукратная чемпионка мира, канатка Жаклин Лежер Я приехала сюда заранее, у меня было время подготовиться на этом треке в Игоре Я замечательно провела время Победа принесла спортсменке 500 очков и позволила возглавить общий зачет чемпионата мира по скоростному спуску на коньках А вот среди мужчин самым быстрым, неожиданно для самого себя, оказался чех Майкл Урбан Я очень счастлив, я очень счастлив Это мой первый подиум, это невероятно Дело в том, что райдер уже давно в спорте, но это его первая серьезная победа Даже действующий чемпион мира Скотт Кроксел, занявший вторую строчку, признался, что Майкл эту медаль заслужил Российские спортсмены, кроме Татьяны Леушиной и юниора Егора Тутарикова, занявшего пятое место, своими выступлениями недовольны Исправлять ситуацию поедут на следующий мировой этап в Финляндию Санкт-Петербургский танцевальный союз – это региональная общественная организация для любителей и профессиональных танцоров Десять лет союз является проводником передовых танцевальных тенденций Поддерживает и самостоятельно организует турниры и фестивали разных уровней Готовит профессиональных тренеров и судей Санкт-Петербургский танцевальный союз – открытость, непредвзятость, единство и профессиональный подход Пришло время говорить до свидания Мы рассказали вам о событиях, которыми насыщена спортивная жизнь Ленинградской области И о людях, которые стремятся к победам Это в частности победительница марафона «Дорога жизни» Ксения Авдеева Футболистка из поселка Сиверский Карина Маркина И участница Кубка мира по скоростному спуску на коньках Татьяна Леушина из Всеволожска Всего вам доброго и до встречи в области спорта через неделю Субтитры создавал DimaTorzok